Привет, ребята! Гудаури Грузия. Анатолий, как зовут? Агу из Эстонии. Мы сейчас на стартовой площадке, готовы к старту. Через какое-то время поедем на лыжках, проедемся вот сюда, вот туда мы взлетим. Приземление будет на 2200 метров. Самое главное, держи широкую ножку. Готов? Готов. Я начинаю толкать вперед, нанести чуть-чуть. Вот так вот правильно. Ширина, ширина. Удобно стоит. Стартую, ребят. Стартую. Давай, давай. Вперед хожу. Коленку правую вверх, левую вверх. Хорошо летим. Спасибо. Для тебя комфортно, приятно. Потому что ты слышишь, тебе бежать надо. Тебе неудобно будет. Ну, мне это не мешает. После первого прыжка с 5000 метров, я уже знаю, какое это чувство. И просто я хотел заменить своего сына, чтобы он тоже летел. Но он что-то очковался с девушки. Но он не полетел. Не-не-не, он рядом с нами, что это борода с зеленым костюмом. Это мой младший сын. Ну, может быть, он тоже. Ну, может, он завтра будет, потому что... Посмотрит видео. Ну, что, ребята, мы в воздухе. Все хорошо. Сейчас покажу, что мы видим. Давай мне камерку. Вот. Он так подешли. Игра, стадиционер. Сейчас это спонтный компет. Моторые, моторы, типа, зайки. Да. Вот, блин, да. Здесь есть моторые. Нет, нет погоды. Для того, чтобы вверх подняться, либо за тем, так она в выверх, Аккуратуры полетели на любую высоту, на углу. Это зимой, когда восходящих потоков нет. Это, конечно, восходящие потоки. Класс, восходящие потоки. А сколько разный результат было? А тут на сверху. Эта вопара с какой-то тысячей месяцев. Все доходило. Спасибо. Не буду. Не буду. Не буду. Не буду. Не буду. Не буду. А недели назад снега меньше было, да? Недели назад снега было меньше. Но вчера было. Нет, три дня назад он упал. Значит, так. Да. Аааааааа Ну прям посмотри, на горе видишь стоят. А с вертолётом здесь тоже поднимаются вершины или нет? На вертолётах? Да. Телестер есть, но он что-то не работает. Толь народу мало, не знаю. Ну дорого тоже. Вертолёты сам дорого уже. Ну, например, я бы сказал, что очень дорого. 560 евро, по-моему, на троих можно или четырех разделить. То есть, пусть есть троим человечком нормально. Это будет, по-моему, если не ошибаюсь, три райда он сделает. Он вот туда вот привезёт, на эту горку, и вот по северному склону он прокатит. Но сейчас не актуально стало. Здесь канатку сделали. И, соответственно, с этой канаткой, которая сейчас стоит вообще, люди не хотят пользоваться колескиром, иначе не просто катать. Здесь куча фрирайда. Так, во время приземления, если ты видишь снег приближается, пляточками дотрагиваешься до снега, ты понял? Угу. То есть, пляточками, а потом ещё становишься. Понял? Покажи мне пляточками. Вот так, да. Это твоя позиция, когда ты подходишь к снегу. Запомни всегда. Чтобы не упасть... Чтобы не втыкнуть сюда. Лицом в землю. Нет, ты просто потеряешь лыжу и всё. Она отстегнётся. Скорее всего. А эти, которые пешком поднимаются наверх, это типа спорт делают, да? Да. Что целый день они поднимаются, гуляют. А они, грубо говоря, и физически развиваются чё. И кайфуют, а так, раза три-четыре можно в день без проблем проехать. Ножки-бер, сделай так, как я тебе говорю, да? Хорошо. Сделаем свежий след катышки. Свежий след. Свежий след катышки. Вот дотрогался. Откуда у тебя вообще был смысл заниматься вот с параселингом? Вдруг утром проснулся, вот куплю себе парашют и буду летать или... Нет, нет, нет. Ну, это уже, значит, семейный. Да. В военном случае больше 10 тысяч параселингов. Мужчина порадовала, наверное, по животным. Мать моя, ты её видел. Угу. Ты же, я весь мир видел. Да. Ну, а вот, свой брат, вот, полетел с твоей дороги. В конце концов, я родился на улице авиаторов. Ну, так и называется. Аэропорт давал участникам. Вот, когда я первый свой прыжок делал, минут 20 секунд свободное падание, пока отливал парашют. И какой-то был кайф, потому что так далеко было видно. И когда парашют открывался, я думал, я как будто на месте стою. Потому что раньше ты падаешь 200 км в час, чуть больше, и потом как будто стоишь. И когда вот только земля была близко, тогда чувствую, ой, я все-таки падаю. Все-таки я еще падаю. А то открывал парашют, думал, что такое, я на месте что-то остался стоять-то. Зависит, прилепилит сюда. Конечно, все относительно. Мозги, привыкли уже, потому что ты двигаешься быстро. Это минут 20, свободное падание, это было вообще кайф. Ну, кто еще лучше понимает, потому что это же твой хобби, твоя работа. И вперед наклониться не забудь, когда сделаешь, и широко, но не забудь. Ну, как на старую. Не помню, да? На середину, да, тоже. Вверх ножки. Ву-ху! Приходишь? Хорошо. Конечно. Продолжение следует...